Всем привет, вы на канале Трин Китай, мы продолжаем проходить Балтурскейт 3. Мы поговорили с Гортушем? Мы с ним поговорили. Все, Гортуш, пока. Хотя, подожди, не пока, тут стоит Герцог Улдер Рейвен. Гарт, на секундочку, давайте с ним поговорим. Герцог, привет! А ты нормально работаешь? Немалетное касание, ваши паразиты приветствуют друг друга, а затем утихают. Клинуть богами, что они сделали с величайшим героем города? Нет. А я здесь, чтобы тебе помочь, меня послала Флорик. Давай. Ага. проникнуть в разум ревенгарда через паразита чтобы узнать о флорике я надеюсь звук нормальный как бы проверяла но как бы не совсем ну ладно да давай давай мудрость я мудрая конечно мудро ты находишься воспоминаний рейнгардосветница флорик и держит тюрьме здесь на смене скале секунду секунду прошла кортыш просто тиран его новая золя сплошная выдумка отмечая вообще ему нет смысла что-либо отвечать он же зараженному если он что-то и понимает то никак контролировать себя не может но ладно я сохранюсь и пускай будет я отвечу второе там а старин одобрил молодец молодец пока я вас оставлю пока что потом увидимся все с вами ну с кем-то увидимся с кем-то не увидимся получается ладно не буду я пока проникать в его покое потому что ну ну типа окей у меня не горит потом проникну привет мизора ну что я тебе говорил грандиозная возможность уверена ты согласишься а драма ведь только-только началась видишь ли гордыш его отца переместил куда его забрали смерть как я слышала ужасное горе и так жаль что нет никакой возможности его спасти слышь не уничтита давай или есть тебе что-то известно верно достаточно давай поговорим в своем лагере что-нибудь придумаем от этого зависит жизнь герцога пока извиняюсь а можно работать нормальный наушник всего пожалуйста ну ты конечно и на самом деле мизора но она забавная она как бы негативная да вроде как героиня ну что и не мудрено она все-таки в его лица но тем не менее например она мне импонирует больше чем даже это божитка как как ее зовут а и я даже имени не хочу запомнить понимаешь мизора это кто такой зовут это которая гейла господи я забыла имя ладно потом вспомню скажу давайте сходим в лагерь почему нет мы тут вроде как все сделали если я не ошибаюсь тут что просить вызов поговорить со советницей советница флорик внизу это поговорить с восемь говорит с рафаилом а я с восемь еще не поговорила но давайте поговорим свой я забыл про нее вообще уже как я обожаю был дурский тут знали я не могу просто ой господи обменялись разборчивыми youtube капец ты резкий слышишь скажи что вы договоритесь это конечно прекрасно обман мы заключили сделку при первой же возможности освобожу орфей рафаил не предлагал никакой сделки я не заключаю сделок с дьяволами нет я найдут другой способ освободить яркие я до сих пор все еще не решила что я буду делать но мне кажется я все-таки уже подхожу к тому что я хотела бы сделать больше потому что но я хочу вам кое-что показать и я все-таки да наверное я найду я найду другой способ освободить который он потерял инфаа не обвязать ее Угу. Я вечно хочу что-то сказать, но момент не подходящий, когда приходит этот последующий момент, ой, я вижу белку, а когда приходит этот последующий момент, то я забываю о том, что я хотела... Капец, она прыгает. Я хребу, она так прыгнула, я не знаю, она там живая, ну ладно. Ну, наверное, да. Прикольно. Как ты думаешь, где Рафаэл может хранить орфический молот? Пятное ушко, какие-то голоса. Прям уж маст. Ты зря тратишь свое и мое время. Наш истинный враг, старший мозг, средоточься на этом. Ой, я такие вам штучки покажу потом. Главное не забыть. Мне не так давно прилетел комментарий, который я почти сразу удалила, потому что, ну... И забанила человека, потому что, ну... В целом, в общем, мне все равно, когда мне пишут что-то негативное или плохое, потому что я не особо восприимчивая к этому. Я отношусь к этому так, типа, ну... Ну, ладно, мне насрать, как-то так. При этом, кстати, когда мне пишут хвалебные слова или отзывы о том, что что-то нравится в моем канале, да, и вообще в моей какой-то деятельности, то я очень-очень рада и довольна, и у меня сразу поднимается настроение. Чего не скажешь о негативных отзывах, поэтому не старайтесь. Даже если вы хотите меня обидеть, ну, не получится. Я это почему начала говорить, чтобы очередной раз напомнить тем, кто, может быть, кому, может быть, нравятся мои прохождения, но они думают, типа, почему ты так плохо играешь в какие-то моменты. Во-первых, я говорила с самого начала, как начала проходить, записывать Baldur's Gate, что я буду проходить его так, как будто мы играем в первый раз. Но в некоторых моментах у меня не получается, потому что я-то играю уже раз в девятый, я не знаю. И я специально, иногда намеренно, там, делаю какую-то фигню и, ну, как-то не сильно себя прокачиваю, чтобы вы понимали, да. Ну, может, иногда происходят, да, казусы, которые я не могу изменить, которые мне как бы не подвластны, что я вот где-то ступила сама по себе не специально, и получилось, что получилось. А у меня такое часто в играх, даже если их миллион раз прошла, но у меня обязательно что-то пойдет не так, типа, даже если я не специально это делаю. И я не считаю это чем-то плохим, и я уже говорила много раз и писала о том, что мои прохождения нацелены на то, чтобы показать, а не на то, чтобы пройти их идеально, не на то, чтобы пройти их, вот, там, смотрите, как я прохожу соло на Хоноре или что-то такое. Типа, нет, я просто прохожу, я не претендую ни на какие супер-классные штуки, там, быстрые раны игры и прочее, или все ачивки. И мы идем спокойно и размеренно, как получается. Если я захочу пройти какую-то игру, чтобы показать вам конкретно, типа, вот, смотрите, какая я скилловая, или вот, давайте мы сейчас как все секреты я вам покажу, я обязательно сделаю это в какой-то из игры, я обязательно скажу, что я буду это делать. Вот, например, если я буду проходить Балберт Гейт второй раз, то я, возможно, даже пошла бы в дуо на Хоноре с вами на стримах, чтобы показать вам, вот, смотрите, как я умею. Дело в том, что мне это просто, ну, прям вот сию секунду сейчас, прям вот в этом прохождении, вот, вот тут мне это не нужно. Это я к тому комментарию, которые пишут, типа, что ты так плохо играешь, да нет, нет, я специально, дайте это делаю, спасибо. Ладно, я закончила свой монолог, вы переходите в новый регион, отправиться дальше, да, идем все. Давай. Можно было бы еще сходить к советнице, но чуть-чуть позже. Наконец-то мы добрались до нижнего города Балдура. Вот это я монолог выдала, аж поплохело, эээ, неморально. Спасибо за помощь, Сталина, вот прям большущее спасибо. Та-та, да. Это яблоко говорящая, то есть волк, если вы забыли. Мы доставили существо в город, как она нас запросила, похоже, она оставила нам записку. И кольцо. Кольцо щедрости оборотня. Когда вы применяете способности оборотня или маскируете внешность, вы получите бонус ко всем проверкам. Что нам писано? Я тут еще оборотень могу истущего сделать толстым, делаться толстым. Главное, чтобы на столе всегда были мясные пироги и вино с пряностями. Так что пусть друиды не думают, будто они единственные такие подслушно в таверне Даггерфорта. Это я, это я. Где там твоя записка? Где записка? А вот. Слегка. Слегка слизистая записка. Спасибо за помощь, я твой должник. Это верно, это так. Хотите поговорить? Я вернусь. Я здесь. Спасибо Богу. Боже, моя пусечка. Я не буду давать ей лечитку, отвалите. Спасибо. Ну, Майзель, тебя я тоже люблю. Воз отправился в подземелье. В подземелье, он будет ждать нас там. Я так жалею об одном моменте, когда я не забрала яйцо и не дала его лейзель, а продала. Вот прям... Вот это, наверное, реально был жесткий промах с моей стороны, потому что... Теперь я не смогу показать в обыду кацана. Так хотелось, Боже. Это было бы классно. Но, окей, покажу другую, ничего страшного. Астальян. Боже. Это первый раз в 200 лет, когда я видел эти улицы в солнце. Ты можешь забыть, как много цвета в мире. Боже. Ну, такой пупсичек. Пирожочек. Я сейчас буду плакать. Какая-то я чувствительная. Боже, ужасно, картину на ресурсе хранится дольше. Вреди в себя, у нас полно дел. Какие ответы грубые? Боже, с тобой все в порядке. Ну, что? Почему ты такой грустнелый? Мне тут вы тоже грустно. Пошли зайдем в лагерь, потому что поговорить со всеми. Шоу у нас тут хоть. Так, это лагерь, в котором я пробыла меньше всего. Вообще, вот меньше всего раз за все свои игры. Я всегда просто покупала себе эти... А чего вы там вместе стоите? Всегда вы вместе стоите? Ну, ладно, фиг с ним. Свопший. Ой, остали она эти новые анимации, которых я еще не видела. Некоторые из них. Ах, я наконец знаю правду о себе яд Родибала. В мистера. Вспомнила. Я знаю, что это, чтобы быть близким, чем больше с богами. Но с Бао. Это не связь, который я бы хотел быть с Бао. Мы должны быть осторожными. Очень, очень осторожными. Мы как-то, на самом деле, обсуждали Гейла и его отношения с мистерой. И, ну, я, в принципе, вроде как в какой-то серии сама говорила, что мистера... Что Гейл тут, ну, в некотором плане его можно понять. Его вот эту одержимость. И его... Я не знаю, его вообще в целом можно понять, да, насчет мистеры. Потому что, по факту, когда он был маленький, мистера взяла его себе под крыло. То есть, он был еще подростком, кажется. А мистера, она богиня. Она, ну, типа, бессмертная. Сколько ей было лет как богине. А я думаю, там насчитываются, ну, не года далеко. Может, даже и не века. Она знала, что она делает с человеческим, можно сказать, ребенком. То есть, это груминг. Она просто растила его под себя. И потом он такой... А потом она его кинула после этого. И потом, когда у него появились проблемки, она такая, ну, тебе надо умереть. На самом деле, мистера в этом плане очень-очень неприятная. Она мне очень не нравится из-за этого всего. И... Даже Мизора... Что это за звук был сейчас? Что это за звук был сейчас такой? И даже Мизора в этом плане намного лучше. И она хотя бы для волица самого же. Это не то чтобы оправдание, но немножко, да. Мы с тобой уже поговорили. Что я взяла? Ладно. Окей, я поняла. С вами разговаривать не надо. Пойду с людьми и поговорю. Что тут? Что это за книжечка тут такая? Пыльная книга. А ну, почитать. Эта книга практически рассыпалась в прах. И прочитать ее невозможно, да, блин? А я хотела. А тут есть книги? Нет? Сядь. Ты не в ту сторону села. Ладно. Джахера. Джахера спросит... в смысле дорога долгая мы уже во вратах балдура ты чего ну ладно окей но мне нужно с ней поговорить смысле у меня буквально здание с ней поговорить да мы уже может она подлагала можно подлагала а ну пойдем со мной давай вместо карлах ой что она сказала что карлах сказал еще срочно вечно у тебя любимчики о боже карла я тоже сейчас его охраняет дальняя стража и уорин есть своя защита если мы решим поиграть для гортыша в охотничьих собак не стоит ожидать что кто-то из избранных окажется легкой мишенью однако нам придется убрать их всех если мы хотим завладеть тремя камнями и починить себе мозг тем не менее если ты хочешь заключить с ним альянс я возражать не стану просто буду с нетерпением ждать неизбежного раскола о котором говорил гордыш что ты думаешь про его предупреждение насчет доппельгангера у нас в лагере это выглядит отвратительно правдоподобным как ты считаешь орфисты орфистов учат сомневаться во всем искать под облегу улыбкам случайным взглядом ты всегда находишь то что 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 чего опасаешься неважно была бы там на самом деле или нет когда нельзя узнать наверняка остается только доверие другое дело что именно так сказал бы предатель если бы он был среди нас верно и дик рассказать и что произошло в убежище орфистов и тимзать events at the end of the lens have overtaken us my contact there just sent word the whole truth in full trated by doppelgangers perhaps we might done something to help we're just fallen into the trap along with them you only have myself to blame i have not been overly generous with the truth i came here to learn of the chosen true enough but i set my heart for searching for someone else to tell me what do you know of a man named double in a of rushman you ruined brain мальчис англии сантастин square a hero an enemy most foul так еще раз твой извращенный разум содрогается ненасытное чрево сводит судорога герой ненавистнейший из врагов это она про минска окей вы с минском сражались против балла но у меня от одной мысли о нем мурашки по коже и правильно но твоего отца можно победить если с тобой будут подходящие спутники минск мой старый друг быть может старейший сколько раз мы с ним прикрывали друг друга в бою уже не но я не видела его с тех самых пор как бросил умирать что-то пошло не так нет что-то подсказывает мне что все было несколько сложнее как всегда бывает но суть этого не меняется то время мы еще не слыхивали об этой абсолют но до нас дошли сведения что в подземном городе что-то затевается мы с ним наткнулись на самый первый черный росток этого заговора собрание сектантов и элитидов мы могли бы положить ему конец прямо дам пресечь на корню но прежде чем я успела послать за подкрепление минск бросился в атаку один это был сущий хаос они взяли его числом минск оказался погребен под массой избивающихся щупалец передо мной был выбор остаться и уже никому не донести весть об этой секте или оставить минской выжить чтобы продолжить сражаться все сложилось как сложилось твой выбор был правильным не жалей ни о чем нам кажется что мы защищаем этот мир и за эту привилегию приходится платить но иногда нам выпадает шанс самим взять с мира эту плату так что не спеши меня жалеть потому что я если будет на то твоя воля тоже намерена тебе использовать до сели всех кто попадется в руки сектантов ожидала одна и даже судьба их заражали подчиняли себе затем уничтожали но ты избежала этого и быть может с твоей помощью этого сможете сбежать и минск почему ты только сейчас мне об этом рассказала потому что я пыталась мыслись здраво полагала что мой друг погиб но затем я повстречала тебя кто же теперь виноват что я внезапно исполнилась надежды как и утром в тубле без реальной возможности его отыскать все это пустые слова артисты нам не помогут придется скотинный путь что происходит почему так так все нормально пойдем ты придумала как нам отыскать минска у арфистов лучшая в городе сеть осведомителей но если они выведены из игры нам ничего не остается кроме как прибегнуть к помощи их конкурентов этой области кина девяти палой женщина который знает и перед которой трепещут все представители преступного мира врат балдура таинственное кино контролирует гильдию через нее все подпольные дела в городе гильдия ты готова довериться ворам нет мальчик 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 удачи на в это знаем уже ты идите балла когда-то были спутниками не правда ли айдет ну айдон тостан спиковать сумме не синтез инкей но до холл story already а фонды до пяти ту корректы уикен спикава отдыху злой тар а вы плете спал хайвит катастрофе за на форде праздник раньше уже сражалась храме балла сможешь отыскать его снова и успеха в больше у нас сенчури паз было минус лет устроен амазе он и азерсти говорю о空 на бодр гейттэlkтụэн pleased лиather пять лейталял овага вина лето 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 даре аль да и вода ретанатолу зил даэнда иношки шуфти мать сажага на на не урбэта я нырибан дады барт толи дедапс тулитас Окей, я возьму обратно Орлушу Интересно Убийство, угнетение, заговоры, этот город не лишен определенного очарования Познать на каждом углу Моя мать сюда заезжала, когда в очередной раз прохлаждалась на поверхности Она говорила, что улицы здесь почти так же разнообразны и опасны, как в Дусклойме Я ей раньше не верила Ты знаешь, что в глубине моей души таится тьма, а теперь я знаю, откуда она взялась Скажи мне Или показай мне Моя мать открыта тебе Соединиться мыслями с Минтарой и показать ей свои мерзительные фантазии и преступления во всех кровавых подробностях Столкнувшись с нескончаемой чередой ужасов, порожденной твоим больным воображением, разум Минтара дрожит, не выдерживает и, в конце концов, вспыхивает Она жадно впитывает каждую подробность, измысленную или уже притворенную смерть Ты ощущаешь, как в глубине ее души присыпается вожделение, сравнимая по себе с чернейшим из твоих соблазнов Эль ГООР Дуктак Слейер There are many names for you And all of them inspired Dread You are exquisite О май гад Ты боишься меня? It makes my heart race да ну я не знаю если я отвечу и ты это просто комплимент же дают типа ничего такого не подразумевается на сохранилась одобрять интересно что ты думаешь об этой сделке с рафаилом почему ты выступила за союз гортышем это не только авторитий фигуре и бальдерс гейт вверх дам даже если элдер брейн таза на фундаментах в сети и станут строком и лукс форсу лукс форсу как у нас то бея салютин ровно на проблему форсу стиле ватчу скрепа форсу стри это будет в виду визе то ратан то им и плачен овсо в легенцах форсу и деклаза с армиейсов Что ты знаешь о Гортэше? Он от себя без ума. Если он правда собирается стать спасителем врата Балдера, то, возможно, он имеет на этом основание. Худшая опасность, скрозящая, сейчас в городу исходит из старшего мозга, который Гортэш выпустил на свободу. Гортэш просто очередное препятствие на нашем пути. Мы его устраним. Нормально. Мне нужно обсудить с тобой личный вопрос. У тебя есть проблемы в памяти. У меня тоже, как ты думаешь, что... А мы это уже говорили же, вроде нет. Тут пересместительная защита абсолютно у нас не дотянется, что касается их личинок. Я пока не считаю их зло намеренными. Они вызревают в наших мозгах, но они пытаются ими. Окей, ну мы это все уже видели, вроде. Что тут у нас? Ой. Фил. I received a dispatch from the Grove. Life carries on there in our absence. Just as nature intended. My chosen successor, Francesca, has proven to be a wise choice. Perhaps the wiseest I ever made as our steward. Не надо бы уменьшать свои заслуги, если бы не ты, темное проклятие до сих пор царило бы в тех землях. One grand victory may not be enough to absolve a host of small failures. That is where true leadership lies. Not in winning a single vast battle, but in fighting a thousand smaller ones. Making ten thousand difficult decisions. Finding balance where none seems possible. Day after day. I was all too eager to surrender my responsibilities towards the Grove. Perhaps I was never meant to be our druid. To be a leader. Окей. На самом деле они из Карлах очень милые кусочки, но они слишком милые для меня в плане того, чтобы с ними, например, крутить романы, но для себя это сделала, конечно, но не важно. И я слышу странные звуки. Окей, я не знаю. Ты хорошо послужил на благородче и нашел достойную преемницу. Никто не мог бы требовать от тебя большего. Но все равно. Но все равно. Но я не могу помочь, но спросить, если было больше, чего я мог бы сделать. Может быть, Огфаар, великий? Я еще не могу иметь возможность. Немного дня. Извините меня. Задо-курса меня так и полностью. И так долго. Я почти потерял причину, который мне дали. Теперь я должен найти нового. Теперь я знаю, в чем суть моего недуга. Ядра Дебала, владыка убийств, повелевает мной. Окей. Дальше. Shadow Hard. Брата Балдера. Знаешь, я до последнего не верила, что вернусь. И когда мы уже были рядом с драконьим перекрестком, я осознала, что все это происходит наяву. Это очень странно. Я почти ничего не помню про город, но меня не покидает чувство, что я его знаю. Я ощущаю себя дома. Всегда приятно возвращаться домой. Да, наверное, да. Хотя у меня слишком мало времени, чтобы сполна насладиться моментом. Слишком много нам еще предстоит. Думаю, мне придется положиться на твои познания о городе, чтобы заполнить провалы в моей памяти. Надеюсь, я смогу вспомнить даже больше, чем ожидала. Теперь я знаю, в чем суть моего недуга. Я отродье Бала. Что ж, это выделяет тебя из простых смертных. Но я тебе не завидую в этом. Нет. Я мало что знаю о смертных детях Бала, но, кажется, не все они поддавались его влиянию. Так что ты еще можешь воспротивиться? Если хочешь, конечно. Все, один ты остался у нас для разговора, да? Ну, давай. Твоя личинка подрагивает. Показываю Уиллу ваш разговор с Мизорой. Речь идет о твоем отце, значит, нам имеет смысл его слушать. Мизору всегда стоит услышать. Это, что делает нас так опасным. Мы будем ответить скоро. Давайте поговорим с Мизорой. До этого, я бы мой дед был бы безопасен, в любом случае, он был бы взрослым. Я оброждение владыки убийства, тротье Бала. Это очень много. Слушайте меня. Я знал еще один, как ты. Горайан. Один из больших героев Балда. Баалл тоже. Они тоже. Они украли свои собственные межность, с их собственным влажным светом. Они выбрали умение. Они выбрали уважение. Они выбрали уважение. И так и ты. Иногда локализация меня пугает. Я так понимаю, Великая Герцогиня Стелмина была убита. Ты ее хоть сколько-то знал? Я встретил ее дважды. Первый раз, я был ребенком, с 7 или 8, на банкете в «Флэйминг Фистс» и на фронт-лэйминг. Один взгляд, я был смотч. Чеснут цветом, и я был смотч. как шуток оно сформировал, как шуток, как утром. И она улетела с другим, как будто бы сверху. Второй раз, Сделмейн был... другим. Даже с помощью его кейнер. Которая шутка, она была угроменна. Которая шутка, она была угроменна. Которая шутка, что она была угромена. Ваше взаимный взгляд, я спросила ее потом. ощущаешь неуверенность в колосе уилла похоже отцовское объяснение его не убедила опа мне кажется этим кроется что-нибудь еще а я хочу знать что ези ези сомпенсов и сноу дед мей оттапанку и стелмей динтсин тулы аттас бутру ас бутат секунь тайн агейс не вернули Если Стелмейна мучилась от боли, возможно смерть стала благом для нее Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот и поговорили как бы Давайте сходим все-таки обратно в этот Обратно-обратно, короче, вот сюда На Драконе Прикресток Я бы хотела все-таки сходить освободить эту женщинку, Флорик вспомнила, боже Флорик, советницу Я зайду с заднего хода, потому что просто Заднего хода, это значит, что нам нужно обратно Нам нужно вот сюда Вот сюда, вот сюда Вот сюда, идем, бежим Вот сюда В смысле, туда не сюда попасть, не ври мне, а? Говорит, туда не попасть, туда попасть Почему ты не... Говорю, иди сюда Всем сюда Так Так Чего у остальных хоть по зельям, полетам и прочее Давайте так Кто сможет, те прилетят, кто не сможет, тем помогу О, хорошо Ты можешь А вы как-то сами давайте сейчас А-а-а И на плавном падении А ты пока исчезни Я могу его призывать снова же Да могу Здесь Вот По этой же тропинке я уже говорила, пойти туда налево И там будет в комнату Гордыша войти И Знатная дама из врат Балдура Мертвая И там будет пойти, чтобы забрать там его шмотки Убрать лагушки и все прочее Я этого делать не буду, потому что я иду в... Тюрьму Мне спросите, почему я иду сюда, в тюрьму? Потому что Скелетик Вот, потому что здесь трещина в стене тюрьмы И... да С внешней стороны Типа у нас вот тут стоит задание, чтобы в тюрьму проникнуть, поговорить с Флорик Я просто саду с другой стороны и все Нужно не забыть показать вам Одну из самых сильных... Одну самую сильную голову в игре, которую очень неочевидно получить можно Вообще неочевидно На самом деле это можно считать багом или... Я даже не знаю, может быть это исправили, но попробую показать Если бы не забыть потом Так Старинчику Продать И... Чтоб вы не забывали записочка Я почти не сомневаюсь, что ты так и не прочтешь эту записку Либо охрана тебя прикончит, либо стрелы, или молния Но я все равно хочу быть уверенным, что ты знаешь, за какие грехи тебе оно все Помнишь нож, который ты мне в ногу открыл, прежде чем меня сдать? Вот за такие Наслаждайся волей, пока можешь подтирка сраная Я буду являться тебе во сне Милая 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 Павь мою путь с коробками Ставь мою кастель с крючком Ставь мою кастель с крючком Фильма Везда, старин или кто-нибудь Можете пробить эту стену просто, чтобы я не доставалась Прочность Кто тут может пробить чем-то? О боже, ладно, какой у тебя урон? Сила Карлах В смысле, у него есть сила? Или что? Сила 1 до 4 Меня достанете, правда Тоннель сила, это прекрасно Использовать я его, конечно, тут не смогу А у кого есть создается заклинание, вот это давай Невосприимчивость к силовому урону, уязвимость, ксиля Ты в порядке? В смысле, невосприимчивость, это как значит? В смысле невосприимчивость, привет Привет! Хай! Чем разбить тебя? Боже, я чуть-чуть продамажила ее Да в смысле, ты не хочешь? Разбей, ты господи, стену В смысле? Сила, это прекрасно Так вот, сила Сила Есть у кого-то оружие на силу? Силовое оружие У нее на силу, но не работает Давай другое Поставь 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 извиняюсь чё опомнись чертяка и не надо не понимаю почему да только по целям что ли так много вопросов так мало ответов какой по какой причине ты не даешь мне не этой не не той ничем никуда еще раз давай нет реально чё чё алё это же сила это конкретная сила ватафак невосприимчивость устойчивость колющим ладно давай история давай колющим может быть она перестанет со своей устойчивостью устаивать еще раз конечно но есть окей все зайдите сюда все ладно бывает у меня постоянно какие-то проблемы со стенами вот серьезно у меня был дурските проблемы со стенами в бордерлендсе у меня проблемы с лифтами меня абсолютно всегда я играла бордерлендс просто несчетное количество раз старин а старин но при этом каждый раз я все равно получаю по щам от лифтов каким образом я не знаю я либо падаю либо их вызываю они приходится на меня падаю смысле вниз и они снова приходится на меня там не трону нападение я не знаю просто так происходит так короче что у нас там вы все сюда мы сюда где-то челик ходят походу окей все теперь можно и нам идти ну вообще это было вообще не обязательно я это сделала но у этого немного смысла в том чтобы застать врасплох в этой ситуации мне это вообще не нужно было на самом деле но это сделала по привычке хз что-то 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 Вот так. Моя patience уйдет. Не единственный движок. Мне надо поскорее потратить мои отдыхи, потому что у меня их много, а я хочу как-то иногда и ходить спать, знаешь, чтобы у меня все-таки были оцены ночные. Дорога! Дорога! Это не хорошо. Слышен и летал. Сколько, сколько? А, да хрен с ним. С ней. Рома, можно посмотреть, у тебя что? Всё. Было 17. Окей. Знаешь, пойди укуси её. Я вас обыщу всех, потому что это мне надо. Ключики, ключики. Ещё ключик. Ключики подбираю вообще абсолютно всегда. Неважно, что. Я думаю, если бог за меня смотрит. Я не нужна ни одного вопроса сейчас. Ты пустос. Ты пустос. Ты можешь запереть дверь обратно. Ты опоздала. Всё кончено, говорит. Я не понимаю, о чем ты. Я пришла искать связника для нашего дела. Стражи меня заметили, притащили к Уилдеру Ревенгарду, к тому, что от него осталось. Пустой взгляд, да и сам он пустой. В море нет каличинки и ничего больше. Он насыпал меня обвинениями, отступничество, заговор, смута. Меня казнят через пять дней. Я тебе дверь открыла. Тебя уже не казнят, понимаешь? Ты открыла мою камеру, но из этого места мне не выбраться. В смысле, так я могу тебя вытащить. Жалкое зрелище, я тебя вытащу, чтобы убить немного уму-разума. Я тебя вытащу, ты нужна братом Балдура. Нужна Ревенгарду. Давай, давай. Итак. Когда люди взывают к чуду, нельзя ждать ответа от богов. Это слова Уилдера, которые я почти забыла. Я больше не стану обижаться на судьбу. Я точно знаю, что делать. Давай, пошли. Это еще меня из камеры, выведи со сменой скалы. Я найду своих соратников, когда на улице города разразится хаос. Тебе понадобится их клинки. Давай, пошли. Лорик. Тут, короче, сидит чертяка. Вот так вот. Не такого отношения, то уж точно. Ты еще такой злой, я тебе открою дверь. Не будь злым лох. Ну ладно, твои проблемы. Я тебе дверь открыла, а там как хочешь. Абсолютно. Да, типа, я, конечно, не знаю, кто он. Может, он какой-то, не знаю, мудила. Ну, закрыть обратно, что ли? Тут никого нет, поэтому я буду заходить, снять не буду. Тут, в принципе, ничего нет. Это камера с черепом. Да, странный череп. Тут вообще челик сидит. Что у него есть хоть? Интересно, вообще ничего. Ну, трогать я его не буду. Тюремный журнал. Рестор заключенных, осужденных именем жителей Вратбалдура. Меморандум достопочтенного лорда Энвара Гортыша. Ни одного заключенного нельзя не отпускать со змейной скалы, не даже выводить из камеры без моего прямого согласия. Считайте каждого задержанного шпионом абсолютиста, пока он не представит весьма весомое доказательство обратного. Безопасность Вратбалдура превыше всего. Кстати, третьего чела мы не нашли. Там сидел Флорик, там сидел Отто, а третьего там не было. А, стой, мне нужно вывести Флорик, я забыла уже. Я чуть-чуть за нее маленько забыла. Идем, давайте придем мимо него. А он пусть спит. Банда такая смешная идет. Банда в смерти. Что здесь? М-м-м-м. М-м-м. Это меньшее, что я могла сделать. Ты очень важная союзница. М-м-м. М-м-м. Хорошо. Тем временем мы пошли, пошли обратно в Василийского ворота. М-м-м. М-м. М-м-м. М-м. М-м-м. показывать обе кат-сцены или идти так, как я запланировала, а ухо, в каком-нибудь задании. А вторая кат-сцена, ну типа, в другой раз. Так, сколько у нас времени? Ну, давайте тут немножечко походим, что-то почитаем, посмотрим. Вот, например, плакатики. Для крепких и вынусливых. Требуется искать для приключений для опасного, выгодного предприятия. Магистр Лара Акан Архимака откатывал затворник башни Ромазита ищет храбрых и предприимчивых индивидов для исследования опасного храма, поисков легендарного артефакта Песня Ночи и доставки его на хранение во Врата Балдура. Принимаются к рассмотрению лишь заявки от обладателей Храброго Сердца Острова Ума, а вас ждут почесть и слова огромное богатство. У нас есть Песня Ночи, но Лара Аканна... Зачем она у тебя? Останься на ночь в Эльфийской Песне. Вдается в аренду залов товары Эльфийская Песня. Для больших и малых компаний обращаться за барную стойку к Алану Алиту. Иноземцев следует сторониться, их упаденческие идеи заражают нашу молодежь, и они используются благами балдурцев, ничего не отдавая взамен. Недавнюю волну беженцам нужно прогнать из Врата Балдура, пусть другие города их принимают от Врата Балдура, и так уже сделали достаточно. Проблемы с крысами? Попрощайтесь с ними. Наимите крысолова Топтуна Борза, и у вас больше нет проблем. Крысы мелкие, грызуны громадные, бешеные, какие угодно. Борз растопчет их всех. Расценки умеренные, включают вынос крысиных трупиков и какашек. Рекомендации по запросу. Понимание. Прокляла Карга, пусть... Я знаю, что Карга. Мне нравится называть ее Карга. Напоминаю. Прокляла Карга, потеряли близкого в результате сделки. Знаете, вы не одни присоединяйтесь к другим пережившим вероломство Карги в курятнике Барона. По одиночке мы уязвимы, но вместе сможем дать Каргам отпор. Рич. Да как ты так что-то продать собрался? Давай, соберись. Карлах не одобрила. Ой, извините, пошла. Ладно, я куплю газетку. Слышь, ты, мудила. Че это было сейчас такое? Капец шитый тварь. Вот же шин. Газета «Балдурский вестник». Ага, прочитай. Гильдия торговцев заявляет, искать ли приключений спасли рынок магических предметов. Ритуальное убийство герцогини Столмина в эльфийской песне остается нераскрытым. Беды патчмейстера Данзо Аркрайтш с нашими письмами. Напряжение между балдурцами и беженцами нарастает. Мы не можем рисковать, принимая шпионов Абсолют. Приближается к... Подожди, мы это читали. Мы это читали? Мы это читали... Мы это читали... Пошли, извините, что я вам лучше на уши вешал. Хотите еще газетку? Пошел в жопу. Я все сказала. О, это ты! Я тебя знаю. Ужасно приятно познакомиться с тобой лично, хотя ростом ты ниже, чем я представляла. Откуда ты меня знаешь? Откуда? Какой бесполезный вопрос. Что важно, так это кто и почему, дорогуша? Меня зовут Эстра Стир. Я журналистка. Я беседую с жителями врат Болдера, чтобы наши читатели могли это не делать. Я так понимаю, ты работаешь в Болдерском местнике. Именно так, в нашей самой лучшей газете. Я определенно нарекомендовала бы тебе в ближайшем будущем приобрести свежинку. Ты ведь в следующем номере будешь главной героиней. Но я не просила обо мне писать. Так никто не просит, солнышко. Но ты посмотри на это с другой стороны. Ты ведь станешь знаменитостью. Это будет наш самый горячий выпуск за всю историю. Весь город будет тебе говорить. Моё волнение никто спросить не хочет. Прелесть мое. Мы не можем читать или спрашивать, что нам печатать. Для этого у нас есть редакторы. А теперь прошу меня простить. Я ей так слишком много говорю. Слишком мало написала. Всего доброго. Ага. До свидания. Остановить печатные стенки. Принято. Что тут у нас? Уведомление о казни. Заметили пропажу. Что? Я буду лазить во всех почтовых ящиках, кстати. Там иногда можно найти довольно забавные письма. О, давайте прочитаем. Украденные куры. Письмо от недовольного горожанина, у которого люди люди... Господи. Люди лорды горды, чтобы конфисковали кур. Заканчивается оно так. И по наглой раздутой роже этого лорда видно, что он не голодает. Так что это, если необычная пакость ради пакости? Я требую вернуть моих курочек, особенно кудаха и тактаха. Моих самых милых маленьких кудахтанов, которых легко можно себе представить. Кудахтунов. Неважно. Если эти дворы окажутся на разделочном столе, я подниму такой шум, что вы еще год не отмоетесь. Это я. Прямая жалоба кулаку кольцу. Ответственным милициям. Я пишу, чтобы справиться о самочувствии кадета огненного кулака по имени Хабар Кольц. Я знаю, что новобранцам не рекомендуют сообщаться с домашними во время обучения, но я его мать и имею полное право знать, как поживает мой мальчик. Пожалуйста, незамедлительно сообщите мне, хорошо ли он кушает, как его плечо, которое он сломал в детстве, и не обижают ли его товарища по службе. Да, передайте ему, пожалуйста, что дома все в порядке, и его кот Бартолон не очень по нему скучает. Жду своевременного ответа для госпожи Эйври Кольц. Читала я однажды книгу с именем УГГ Бартолонью. Захватчики в доме Сталины Гарлоу. Там что-то про маяк название. Или не про... не помню. Сполох Портер. Я пишу вам, чтобы сообщить об ужасном преступлении. С тех пор, как умер Сталина Гарлоу, да примет его к Элембор. Его дом стоял пустым и заброшенным, что прискорбно учитывается на недвижимость в наши дни. Но тут я заметил бродяг, влезающих и вылезающих из окон на верхнем этаже. Я была вне себя от ярости, я колотила в дверь, пока не получила занозу. Ужасно большое. Но мне даже не ответили, какая грубость. Вы не могли бы кого-нибудь прислать, а лучше приходите сами. Кто знает, что там устраивают эти бродяги, как достойные горожане? Вроде меняет вас способно сохранить крышу над головой. Это просто недопустимо. С нетерпением жду встречи. С вами в ближайшее время Грэна Дубабл Памперлинг. Господи. Уведомление службы очистки. Управление по стокам и тоннелям известно о подтвердительном зловонии, которые исходят от круглых уличных люков, открывающих доступ к городской канализации. Племя источных кобальтов, нанятое для поддержания свободного тока в ассенизационных тоннелях, похоже, было перебито исконно неизвестными силами или обстоятельствами. В результате возникли засоры и, как следствие, неприятный запах. Управление принимает необходимые меры для разрушения ситуации и просит граждан воздержаться от попыток самостоятельно исправить проблему. Гражданам запрещается пользоваться круглыми уличными канализационными люками. Оставьте ассенизацию профессионалов. Давайте на этом закончим. А у меня язык еще работает. Спасибо вам, пенчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твич, так же ставьте лайки, вставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!